Привет, дорогие друзья! Есть много тем, но я считаю, что самая главная тема, конечно же, это заявления Путина, сделанные им вчера. По поводу легитимности украинской власти. На эти заявления постарались не обратить внимания, старательно попытались не обратить внимания, украинские телеграм-каналы, напрямую связанные с собственным президентом, а таковыми являются уже много каналов. Они старательно ничего не писали, пока не дождались темников с Банковой. Это очень странно. Какая разница, что сказал Путин? Если это главный враг, то это большая разница, что он сказал. Для чего делаются вот эти вот саммиты мира, которые сейчас срываются у Зеленского, потому что Байден наплевал на этот саммит, решил ехать собирать деньги в другое место. Потому-то Зеленский сейчас и прется в Нормандию, чтобы там пересечься и опять там поквакать, все такое. Ну, короче, ему уже сказали, что до конца года, пожалуйста, не докапывай представителей НАТО по поводу вступления в НАТО. Это уже прямым текстом, да, это уже во всех СМИ. Но для чего делаются такого рода саммиты и все? Для того, чтобы те, кто соберутся на саммиты, соберутся немногие, донесли позицию Киева до Путина как раз-таки. Поэтому очень важно, что говорит Путин. Итак, что он начал говорить? Во-первых, видно, что над Путиным, ну, с ним хорошо поработали имиджмейкеры. И, может быть, сменился тот, кто был до этого, или же, ну, в общем-то, кто-то, может быть, новый появился с головой. Потому что мы опять наблюдаем Путина, резкого Путина, знающего, что он говорит и так далее. Короче, Путина того из начала еще двухтысячных, вот, реинкарнация. Путин заявляет следующее по поводу легитимности. Конституция Украины предусматривает продление полномочий, но только Рады. А про продление полномочий президента Украины ничего не сказано. Если выборы на Украине не проводятся в период военного положения, это не значит, что президентский срок пролонгируется. Есть статья 111 Конституции Украины, которая говорит, что полномочия верховной власти передаются спикеру парламента. Единственной легитимной властью в Украине остается парламент и спикер Рады. Но окончательный ответ на вопрос о легитимности должна отдать политическая правовая система Украины. Таким образом, абсолютно понятно, что с 20 мая Кремль официально не считает Зеленского легитимным президентом. Это своего рода и ответка на узаконенное запрещение переговоров с Путиным. Но вообще-то Путин говорит это конкретно о Зеленском. Он не говорит это об Украине, ибо, как и раньше, Путин утверждает, что Россия готова к переговорам с Украиной. Но теперь уже понятно, что не в лице Зеленского. Без сомнений, я сразу же предсказал, что после такого реверанса в сторону главы Верховной Рады Стефанчука, а он действительно сейчас, по Стефанчуку вопросов там не было бы, если бы власть была передана в соответствии с Конституцией, основным законам государства, Стефанчуку, главе Верховной Рады. Я сразу же предсказал, что он должен будет или пооскорблять как-нибудь Путина и так далее. Ну вот он вылез, Россия с маленькой буквы, как и ожидалось. Потому что у него, конечно, помокрело подседалищем, ибо мы же все понимаем, что Зеленский начинает его труханить, как только он видит, что власть может перейти на кого-то другого, или кто-то другой может сосредоточить на себя, короче, стать главнее Цезаря. Я еще раз напомню, что офис президента отказался обращаться за разъяснениями к Конституционному суду Украины. Там бы разъяснили, смотрите, и все, и вопросов бы не было, потому что их решение уже обжалованию не подлежит. Но они не обратились по тупейшей причине. Причина заключается в том, если мы обращаемся, значит мы не уверены. Это то же самое, что сказать, вот этот вот человек, он там изменник, я же вам говорю, да? И зачем уже обращаться в суд? Все, приговор можно самому слепить к этому. А если мы обратимся в суд, значит мы же не уверены, что он изменник, правильно? Путин еще в феврале 22-го призывал украинских военных брать власть в свои руки и заключать мир с Россией. Если бы не лояльность Зеленскому лично, Стефанчука, который называют врагами Украины всех, кто даже ставит под сомнение легитимность Зеленского, можно было бы расценивать заявление как попытку РФ внести раскол в единство высшего руководства. И это было бы очень и очень логично, потому что Верховная Рада переняла бы на себя полномочия и власть. И это было бы абсолютно логично, ибо Украина является парламентско-президентской республикой. Никто в Украине нигде не прописывал оппозиции Гетьман, Царь, Король Владимир Первый и так далее. Зеленский сейчас является чистым узурпатором, а Верховная Рада Украины как рада состоящая из каких угодно косых, кривых, но тем не менее депутатов. Ну значит такой кривой, косой народ, который их выбрали, это уже было бы демократично. Возможно ли это сейчас? Нет, конечно, потому что мы не наблюдаем желания слуг народа поднимать бунт, все боятся, боятся доносов, если даже существуют какие-то группы внутри Верховной Рады, они существуют, сразу же в них появляются доносчики, всех следят, мониторят, как говорится, устанавливают в офисе звукозаписывающие устройства, в автомобилях, народным депутатам устанавливают. Это все старая история, да? При этом Путин считает, что при такой хрупкой конструкции, при которой Зеленский президент без полномочий, в дальнейшем уже Запад может изменить власть в Украине. Их просто поменяют и все. И это очень важно, друзья мои, потому что вот этот посыл, что мы Зеленского не признаем, и в принципе, чего его признавать, смотрите, есть Верховная Рада, это посыл не Зеленскому. Путин обращается напрямую к Западу. Ну, к Западу кому? К Брюсселю, который не является субъектным в этом плане. К Вашингтону. Путин обращается к Вашингтону. И это обращение было напрямую к Вашингтону. Потому что и ранее Кремль предлагал переговоры без Киева. Зачем нужен сейчас, тем более, человек, который ничего не решает, и который не является легитимным. Путин четко дает понять, что он готов договариваться, но с Вашингтоном без марионетки, которая сейчас не имеет полномочий, незаконно занимает свою должность. И он также отправляет сигнал о том, что в дальнейшем любые съезды в Швейцарии, какие-то там саммиты, еще что-то, где будет присутствовать Зеленский, для того, чтобы там отправить потом какие-то, ну, как сейчас, швейцарский саммит мира, чтобы отправить там, они будут полностью игнорироваться Российской Федерацией. Они не считают Зеленского легитимным. И говорят Вашингтону, ну, давайте вместе, ну, все. Ну, вы же видите, ну, действительно, какая-то чепуха, катава себя происходит. Если зайдут контингенты европейских стран с поляками, другие уйдут, поляки никогда. Ну, здесь понятен посыл, в общем-то, по поводу Западной Украины, скорее всего. Также объяснил Путин, что если зайдут какие-то контингенты на территорию Украины, они станут законной целью, если, а вообще призывают к ударам по Российской Федерации страны, у которых уже очень мало населения, которые являются очень небольшими. Ну, мы узнаем, что это за страны, в основном это страны Балтии, которые сами-то по себе ничего не решают, но пытаются стать спусковым крючком для начала Третьей мировой. По наступлению на Харьковскую область Путин объяснил, что, мол, типа, я же говорил полгода назад, что если продолжатся какие-то удары по мирному населению в Белгородской области, я вам напомню, с чего все началось. Началось с вылазок людей, которые называют себя русскими добровольцами, добровольческие корпусы и так далее. Вот тогда вот начались вот эти движения и потом последовал ответ, как будто бы кому-то нужны были эти движения для того, чтобы ответ таки последовал. Я в последнее время наблюдаю, ну, уже долгое время наблюдаю за этим русским добровольческим корпусом, и я не совсем иногда понимаю, что они делают, потому что господа заявляли себя правыми, и некоторые ультраправыми были, это даже отображается в их погремухах, позывных, в общем, да. И вот я вдруг наблюдаю, что выходят они на эфиры исключительно, как бы так, помягче сказать, исключительно к интеллигентной нации. И потом даже участвуют в каком-то сейшене, который вот так вот, если посмотреть, то можно назвать, в принципе, съездом еврейской молодежи. Но, знаете, такое впечатление, что для этого русского добровольческого корпуса, ну, как бы, уже готовы на все. А когда он сказал последний раз и глава, что ему нравится Украина, потому что можно в Украине провести гей-парад, впечатление, что готовы на все, только, знаете, ну, не выгоняете, типа. По готовящемуся наступлению в Сумской, Черниговской областях, о которых периодически говорят украинские военные, тоже может это притвориться в жизнь, и, в принципе, все ожидают того, что это начнется уже в Сумской области, при этом, что значительные силы отвлечены на Харьковскую область. По атакам Шторм-Шедо и так далее, Путин высказался в том плане, что, мол, ну, непрозрачно намекнул, что перейдут к перехвату самолетов-разведчиков и дронов, которые регулярно летают над Черноморским побережьем и так далее. Вот это вот основное. Конечно же, самый-самый главный посыл, и опять-таки повторяю, это посыл не Зеленскому, это посыл не украинскому народу, это посыл Вашингтона. Украинский народ это тоже услышал, но не знаю, услышал ли или нет, потому что, помимо Телеграма, никто этого не передавал. Там, да, офис президента заглушки поставил, как бы нельзя. Но вот такое вот рассказывает Путин, и важно, что он рассказывает, если Киев говорит, что это главный враг, то это очень важно, потому что у этого главного врага силы есть, и продолжающееся движение в Харьковской области, это как бы подчеркивает все. Я вам передал то, что сказал Путин, и свои мысли по поводу того, кому он это сказал. Пока.